Чтоб от выдумки моей на войне с живущим людям было, может быть, теплее. Книга про бойца Василия Тюркина, простого русского солдата, отважного, веселого и находчивого, родилась в самый разгар Великой Отечественной войны и сразу получила всенародные известности и любовь. Знакомые многим строки легли в основу сложного симфонического произведения из 11 частей. Воплотить творческий эксперимент композитора Ростислава Бойко 60 лет спустя взялись севастопольские и крымские музыканты. Это реально первое исполнение этой оратории. Это реально очень сложное произведение для исполнения. И самое главное, что это очень интересное произведение. А композитор, который использует краски и гармонии Шестаковича, Прокофьева, Брамса, все это вместе, и вместе с тем, и это русское, и это на русской основе. На сцене более 150 человек. Кроме оркестра, это Севастопольский камерный хор, Крымский хор «Таврический благовест», а также солисты Анатолий Бобер и Мария Мандий. ПЕСНЯ 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 Премьеру, поддержанную Президентским фондом культурных инициатив, приурочили специально ко Дню Защитника Отечества и двухлетию начала специальной военной операции на Украине. Артисты уверены, бессмертный образ Василия Тёркина, воплощенный в музыке, и сегодня может поддержать дух и вести к победе наших бойцов, как и тогда, в годы Великой Отечественной. ПЕСНЯ 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 Произведение совершенно удивительное. Оно очень патриотичное, но при этом с юмором, Очень легкая, народная. И прям хочется пританцовывать. Но при этом все-таки очень сейчас нежная.